Всем привет! Сегодня 29 марта 2017 год и я снова ездил в Ашан за покупочками и был я там в Ашане в 15 часов 42 минуты и я только что уже приехал домой и хочу с вами ребята поделиться своими сегодня скромными покупочками, которые я там только что в Ашане совершил. Хоть и действительно сегодня покупочки у меня довольно таки скромные, но все равно эти скромные покупочки нужно заработать, нужно где-то заработать денежек и за счет этих денежек вы только тогда сможете купить те или иные покупочки, поэтому это все дается большим трудом, ясно? И я сегодня купил, давно я его уже не покупал, вот такой вот, в принципе вкусный, да, есть можно плавленый сыр, нет, точнее это плавленый продукт с сыром от фирмы каждый день с грибами в этой пачке или упаковке или в лотке, я не знаю кому как больше нравится, 200 граммов. Он еще бывает просто сливочный и с ветчиной, но мне больше по вкусу приходится и нравится вот именно с грибами. Так, сделали его 23-го, только не февраля, а января 17-го года, а годен до 19 октября 2017 года. Сейчас я вам скажу, плавленый продукт с сыром с грибами, массовая доля жира в пересчете на сухое вещество 50%, состав я читать не буду, потому что здесь особо ничего хорошего нету и ничего плохого тоже нету, поэтому, как говорится, это все разрешено Минздравом Российской Федерации как пищевые безопасные добавки. Всякие вот эти ешки, так что ешки вот эти всякие, не бойтесь, все это едят и все живут. Раньше этих ешек не было, а люди все равно умирали, правильно? Поэтому вряд ли вы питаетесь прям натуральными продуктами. Вы же это самое, не депутаты, правильно, а простые, смертные. Так, ну что я хочу сказать, в принципе, где его делают, да, изготовители город Барнаул, короче, вот в Барнауле, наша Россия, Российская Федерация, Алтайский край. Надо же, из такой доли, да, везут сюда в Москву. Ну, в принципе, ничего, да, он такой довольно-таки вкусный, неплохой, и поэтому я купил два лотка таких плавленных продукта с сыром с грибами. Вот видите, две штучки. Так, давайте мы его в сторону уберем, чтобы нам больше не мешалось. И там же в Ашане, естественно, я сегодня купил, ребята, картофель. Уж больно он мне понравился, люди его разбирали. Во-первых, он это недорогой, это во-первых, а во-вторых, не синеглазка, а белый картофель. То есть должен, по идее, быть такой довольно-таки рассыпчатый, в отличие от красного картофеля обычного. В прошлый раз я брал в пятерочке, он такой, ну, для жарки совсем, вернее, там это нерассыпчатый, только для жарки. А этот хороший такой картофель, главное, что меленький, но, правда, это много было рубленого картофеля. Видать, когда его копали, да, и это от штыковой лопаты на нем были отпечатки. И зеленого много тоже было. Видать, они хранили этот картофель где-то на свету. Но я такой человек, я поэтому очень долго копался, копался и себе выбрал такой хороший картофель. Сейчас я вам даже покажу, что он из себя представляет. И такие тетики, богатые дядьки покупали. Вот, посмотрите, какая прелесть, да? Селедочка отварить селедочкой можно, или просто пожарить, поджарить его прям целиком очистить, прям целиком поджарить. Вообще красотища будет. Вон, какой, знаете, хороший, да? Еще раз, плохой картофель, вот, посмотрите. Как это, мужские яички, да? Такие же вот. Красивые, да? Красивые. Ну, вот такой вот картофель, короче. Ну, вот, видели, да? Ну, вот, еще раз посмотрите. Сейчас я вам даже камеру поднесу, покажу. Вон, какая красота, да? Хороший картофель. Мы все любим, это самое, с девушкой такой, чтобы меленькой такой было. Хорошенькая, красивенькая. А что большой брать? Вы что думаете? И ведь главное, что я хочу сказать, особенно вот эти сельские барыги в деревнях продают крупный картофель. И его очень, главное, дорого. За него они просят, дерут. Вот, и люди почему-то считают, что большой картофель он улучшит. Да ни хрена, ничего подобного. Наоборот, там больше этих всяких концентратов, канцерогенов, всякой, короче, химии. Всяких нитратов, ой, точнее, нитратов, нитратов. Поэтому старайтесь все брать по возможности, меленькое. Вот, это уже 100%, что это тут химии как бы не было особо много, правильно? Ну, вот. А что брать вот такой лошадиный картофель? А это он взял, это прелесть, просто прелесть. Ну, вот, в принципе, такой вот картофель я купил. Руки, правда, все испачкал, пока вам демонстрировал его. Вот, я сейчас завяжу. Я купил два таких пакета. Вес и цену буду говорить потом. Вот, вот, раз пакет, да? И вот, видите, полный пакет. Видите, как много? Понабрал. Так, и там же в Ашане, естественно, я купил сегодня мороженое. Вот такое вот от фирмы, называется. Вакома или Вакома. Кому как больше нравится. Это не аксиома, поэтому, как хотите, так и произносите. Наша семья. Мороженое, пломбир, шоколадный. Так, в вафельном стаканчике. Здесь 70 граммов. Вот такое вот мороженое, значит. Так, состав, конечно, читать, я не знаю, наверное, тоже не стоит. Мороженое, пломбир, шоколадный, вафельном стаканчике. Так, то, что здесь массовая доля жира в молочной части продукта не меньше 12%. Ну, отлично. Состав я читать не буду, не хочу, не люблю. Я скажу, что его сделали 20 февраля этого года. То есть, очень-очень свежий. Так, изготовитель лагуна Койл. Московская область, Любелецкая района. Ну, понятно. Вот, я таких купил, значит, со вкусом шоколада. Два стаканчика. Он там еще ванильный был, еще какой-то. Я вообще-то хотел купить от фирмы Лакома. Очень вкусная, нам нравится. Это самое с девушкой лакомка, короче. Вот бывает очень вкусная. Вообще, просто объедение. Во-первых, она дешевая, очень дешевая. А во-вторых, очень вкусная. В отличие от другой лакомки. Например, если это стоит от фирмы Лакома лакомка, всего лишь там 17 рублей с копейками, а другая лакомка, там, ну, та же Филевская, например, в два раза, а то и в два с половиной дороже. Там рублей под 40. А в сельскую местность езжайте, там вообще рублей 50-60. Вот такие вот, короче, дела. Ну, вот, две штуки я купил. Так, это стаканчик. И там же мороженое я купил, ребята. Вот такой вот, брикет называется. Тоже от фирмы Каждый день. Но уже мороженое в вафлях. Ванильное. Видите, здесь, во-первых, что радует, 80 граммов. Там 70, а здесь 80. И что я хочу сказать. Уже тает, ребята, тает. Нужно нести срочно в холодильник, в морозилку. Сделали его 25 января 2017 года. То есть тоже свежий, в принципе. Так, массовая доля жира 9,8%. А в молока содержащей части продукта 10%. Состав читать не буду. Тоже он длинный, в принципе. Где сделали, сейчас постараюсь вам сказать. Изготовитель Вологодское мороженое. Отлично. Из Вологды привезли. Вологды. То есть наша, российская. И поэтому я купил таких 4 брикета. Вот, посмотрите, пожалуйста. Вот 2 штука. И вот 4 штука. Или штуки. Это я так прикалываюсь все время. Не подумайте, что-то другое. Если вы юмор не понимаете, значит у вас с головкой плохо. Ясно? Так, ну вот. 4, короче, таких штучки я купил. Так, с мороженым разобрались. И сегодня я с большим трудом искал, искал. Нифига не мог найти программу, которая называется Телек. Пресса. Но мне женщина подсказала, что молодой человек, они уже в другое место. Стеллаж сделали. И там идите. Там ее очень и очень много. Я пошел и нашел вот такая вот замечательная газета. Называется Телек. Вот, видите, да? Кто здесь сегодня? Сегодня у нас здесь Татьяна Геваркян. Я такую знать не знаю. Делайте перерыв на книге. Вот так вот, видите? Да, сейчас книги, книги-то, наверное, никто не читает. Все сидят в интернете, глаза свои портят. У всех, как же, сейчас компьютеры, интернеты. Совсем уже люди перестали мозги свои развивать и читать. Все сидят только в интернете. Ерундой маются. Ну все, ребята, на этом все. Давайте пересмотреть, мои хорошие, по порядочку. Сколько чего у нас, мои хорошие, стоит. Ну, здесь, в принципе, и смотреть, и нечего. Вот такой вот плавленый сыр от Каждый День, да? Я купил две штуки. Цена вот за такую штуку составляет 29 рублей 41 копеечка. Умножаем на две штуки и получаем вот за эти две штуки 58 рублей 82 копеечки. Так, убираем сыр в сторону. Так, дальше. Картофель весовой. Цена за килограмм, вы не поверите, просто феноменальная. Всего лишь 14 рублей. 14 рублей. У меня здесь, вот в этом пакете, масса 2 килограмма 210 граммов. Это я сам завешивал. Умножаем на 14 рублей. Получаем вот за этот пакет с картошкой 30 рублей 94 копеечки. Ой, тяжелый. Убираем. А здесь у меня вес 1 килограмм 90 граммов. И умножаем на 14 рублей на цену за килограмм. И получаем вот за этот пакетик на 15 рублей 26 копеечек. Так, мороженое, брикет. Вот такой вот на вафлях, ванильный. Я купил 4 штуки. Цена за одну штуку составляет 12 рублей 46 копеечек. Умножаем на 4 штуки. Вот 2, 3 и вот 4. И получаем вот за эти 4 штуки на 49 рублей 84 копеечки. Так, убираем в сторону. И стаканчик шоколадный от фирмы Вакома. Или Вакома. Я купил 2 штуки. Вот, посмотрите, пожалуйста. Вот такой вот стаканчик. Цена вот за такой 1 стаканчик составляет 9 рублей 72 копеечки. Умножаем на 2 штуки и получаем за эти 2 штуки 19 рублей 44 копеечки. И вот такая газета телек, пресса. Я купил одну штуку. Цена вот за эту штуку составляет, вы не поверите, не 18 рублей, а 18 рублей 2 копеечки. Все, ребята, на этом все. Так, ну все, ребята, в принципе, на этом все. Итого я сегодня в Ашане потратил итоговую сумму моих покупок, которая составила к оплате 192 рубля, ровно. Наличным я дал 500 рублей, ровно. Сдачу мне дали 308 рублей, ровно. Ну а на этом все. Не забывайте подписываться на мой канал. Я вас всех люблю. А хейтерам я говорю, как всегда, не вешать нос. Пока, увидимся. Не болейте. Заходите ко мне в гости почаще. Ставьте мне лайки. Причем больше лайков. Чем больше вы будете мне лайков ставить, тем чаще и больше будут выходить моих замечательных видео. Все, на этом точно все. Пока, ребята, пока. Отдыхайте. 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 Весі. Продолжение следует...